Мне, честно говоря, очень не нравится такая мысль о том, что вот есть у нас, типа, где морфология, да, есть молекулярка. Мы все занимаемся наукой, мы все занимаемся решением определенных задач, проблем. И то, какими методами вы это делаете, совершенно неважно. Да, поэтому делайте вы это морфологически, делайте это с помощью молекулярных методов. В общем-то, суть одна, вы занимаетесь наукой, вы решаете биологические проблемы. И в этом небольшом ролике мы расскажем вам о том разнообразии методов молекулярной биологии и сопутствующих ей комплексов биоинформатики или чего там еще, которые используем в нашей повседневной работе на кафедре и что из этого может получиться. Вообще, на данный момент молекулярная биология по сравнению с состоянием 10-летней давности шагнула уже очень далеко вперед, но проблема остается до сих пор заключающейся в том, что большинство данных, которые у нас есть на данный момент, получены на ограниченном круге модельных объектов. Да, таких как ценораблетис, таких как дрозорфило, таких как циона, клития, гидра и иже с ними. Однако, разнообразие животных этими объектами не ограничивается. И существует огромное число немодельных видов, которые ведут себя совершенно иначе, у которых те же самые описанные на модельных видах процессы либо не работают, либо ведут себя совсем по-другому. Несмотря на то, что работая с помощью молекулярных методов, вы, наверное, не получите таких красивых картинок, как с использованием конфокального микроскопа, как с использованием микроскопа электронного. Но здесь есть свои плюсы. Во-первых, это красивые коробки с реагентом. А во-вторых, и что кажется мне гораздо более важным, так это то, что все процессы, которые происходят в живом организме, это результат работы различных молекул, различные молекулярные взаимодействия. И та морфология, тот внешний вид животного, который мы с вами видим, является результатом деятельности различных молекулярных механизмов. Например, с использованием молекулярных методов мы можем попытаться приблизиться к раскрытию проблемы реализации жизненных циклов, в том числе сложных жизненных циклов у различных групп организмов. Итак, разнообразие беспозвоночных, оно настолько велико, что мы до сих пор не знаем, насколько оно велико. И генетические методы, которые нам позволяют охарактеризовать разнообразие беспозвоночных с генетической точки зрения, разнообразие организации их геномов, разнообразие функционирования этих геномов, это далеко не единственный аспект, в котором мы можем оценить их разнообразие. На самом деле каждый организм — это система открытая, в нем реализуется уникальным способом поток вещества, энергии, информации. И для того, чтобы нам понять, насколько разнообразны организмы, нам хорошо бы понять, насколько разнообразно они функционируют. Потому что каждый организм в ходе своего существования постоянно находится в очень тонко настроенных взаимоотношениях с окружающей средой. И набор функциональных состояний, разнообразие функциональных состояний, в которых он может находиться, этих состояний, которые адекватны каждому состоянию, уникальному состоянию окружающей среды, оно безграничное. Прогресс в понимании функционального состояния организма связано с появлением так называемых омиксных технологий. И, скажем так, дополнением к развитию геномики явилось формирование таких дисциплин, как метаболомика и протиломика. Потому что те молекулы, которые определяют функциональное состояние организма, они очень грубо могут быть разделены на белковую часть. Белки — это те молекулы, которые... Собственно, это единственные рабочие молекулы. Это те молекулы, которые хоть что-то делают. Это те молекулы, которые обладают энзематической активностью. Это те молекулы, которые определяют форму клеток, которые определяют взаимоотношения, в смысле крепления клеток друг к другу и к межклеточному матриксу. Сам межклеточный матрикс, он тоже сделан из белков. Любой сигналинг и регуляция функциональной активности генома — это все определяется белками. Белки – это те молекулы, которые все делают в нашем организме. Существует еще система так называемых низкомолекулярных соединений, которые называются еще метаболитами, потому что они являются субстратами и продуктами, и промежуточными компонентами метаболических сетей. Их обилие регулируется не только через изменение обилия и активности белков, но и через сложные системы обратных связей, которые регулируют активность протекания тех или иных метаболических реакций. И протеомика, и метаболомика, принадлежа комплексу комплексных технологий, они позволяют оценивать обилие сразу многих компонентов и очень информативно характеризовать функциональное состояние организма. Мы знаем, что организмы зачастую населяют разнообразные биотопы, и они могут обитать в гетерогенной среде. И более того, мы сейчас понимаем, что адаптация к конкретным условиям может являться предпосылкой к видообразованию. И если мы хотим понять, что же на самом деле происходит с организмами в ходе их адаптации к окружающей среде, соответственно, что же именно изменяется в организме в ходе видообразования, метаболомика или протомика в данном случае являются совершенно незаменимыми дисциплинами, потому что именно они позволяют хоть как-то, хоть что-то понять в той сложной системе функционирования организма, которая определяет его взаимоотношения с окружающей средой. Но если мы говорим о разнообразии условий, в которых обитают организмы, нужно понимать, что эти условия складываются не только из значения биотических факторов, которые на них влияют. Очень важной составляющей экологической ниши являются те биотические отношения, в которые вступают эти организмы. И если мы посмотрим этот компонент экологической ниши, скажем так, с точки зрения метаболизма, то окажется, что ключевыми, я не могу сказать, что решающими, но тем не менее очень важным компонентом, влияющим на функциональное состояние организма является взаимоотношение с прокариотическими организмами. Потому что если мы сравним прокариоты и эукариоты с точки зрения их метаболических возможностей, то эукариоты, они совершенно убоги и ущербны по сравнению с прокариотами, которые с метаболической точки зрения просто профессионалы. Они умеют делать очень много вещей с метаболической точки зрения, которые эукариотам и не снились. И конечно эукариоты, которые позже появились на нашей планете, которые должны были в первую очередь научиться взаимодействовать с прокариотами, которые составляют основу биомассы нашей планеты. Они очень сильно зависят в метаболическом плане от прокариот. И любой многоклеточный организм, эукариотический организм, он неизбежно находится в постоянных взаимоотношениях с прокариотами. И вот эти взаимоотношения играют очень важную роль для его функционирования. Они во многом определяют те метаболические процессы, которые протекают в его организме. И если мы опять же хотим понять, как организм функционирует и какой у него адаптивный потенциал, нам очень хочется понять, с какими именно прокариотами он взаимодействует и какие метаболические пути умеют реализовывать эти прокариоты. И вот этот очень важный аспект в понимании функционирования организмов, в понимании как бы комплексности, что ни один многоклеточный эукариотический организм не существует сам по себе. Он неизбежно существует в ассоциациях по разной степени облигатности с прокариотами. О такой системе говорят, как о холодбиоте и вот это разнообразие прокариот, взаимодействующих с эукариотами доступно для анализа, потому что есть методы метабаркодинга, про которые вам расскажут позже. И более того, методы биоанформатики, о которых вам тоже расскажут, позволяют, зная видовой состав прокариотического сообщества, восстановить разнообразие метаболических путей, реализуемых в этом сообществе и, соответственно, понять, какую именно пользу эти прокариоты приносят своему организму, эукариотическому смысле тому организму, который является системообразующим организмом в данном холодбиоте. Ну, конечно, вы же понимаете, что ни взаимоотношения с абиотическим компонентом эукариотической ниши, ни взаимоотношения с другими эукариотическими организмами, ни взаимоотношения с прокариотическими организмами, они не исчерпывают все равно той бездонной проблемы, которая называется функциональное состояние организма и функционирование этого организма, потому что эта проблема, она действительно многогранна, и те подрастающие поколения биологов, которые приходят в нашу кафедру в том числе, они, безусловно, как мы надеемся и как мы ждем, найдут новые аспекты в этой проблеме и придумают новые методы для того, чтобы эти аспекты каким-то образом освещать. Бенформатика сейчас у многих на слуху, но все задаются вопросом, а что же такое бенформатика? Кто-то думает, что ты сидишь дома, пьешь чаек, нажимаешь на кнопочку, но я с большим опытом скажу, что это немного не так. Ты сидишь дома, пьешь чаек, думаешь, а потом уже нажимаешь на кнопочку. А если отбросить все жутки в сторону, то бенформатика – это относительно новая межрисциплинарная область, на стыке биологии, математики и программирования. То есть мы решаем различные биологические задачи и вопросы при помощи математических подходов. И что же является объектом исследования в бенформатике? На самом деле большие данные. А вот эти большие данные могут, как говорили ранее коллеги, молекулярные данные, там РНК, ДНК, морфологические данные или какие-нибудь экологические измерения. К примеру, мои коллеги выделили ДНК из какого-то гипотетического червя и отнесли это всего на секвенирование. В итоге они получили миллионы коротких фрагментов примерно по 140-150 нуклеотидов. А мне надо из этого собрать конфетку – хороший геном. Вот как-то так выглядит рабочий стол биоинформатика. И, казалось бы, здесь на экране какие-то строчки кода, какие-то программы запущенные, разные буквы. Но на самом деле за каждой этой строчкой кода скрывается отдельный уникальный проект. И вот, к примеру, если мы работаем с данными по человеку, то там все довольно просто. Получили данные, нажали одну кнопочку, получили конечный результат. А у беспозвоночника немного другая история. Ведь беспозвоночник – это целый поле экспериментов. И тут все не так просто. Ведь для каждого объекта мы должны разрабатывать либо находить абсолютно новый подход. И тут уже биоинформатика превращается в творчество. Исследования, развитие которых тесно связано с развитием молекулярной биологии – это молекулярная филогенетика. Это область знаний, которая занимается установлением и выяснением родственных связей между различными группами живых организмов. В 50-х годах прошлого века немецкий энтомолог Вилли Хенинг выдвинул идею, в рамках которой он полагал, что наилучшая система – это та система, которая отражает, прежде всего, родственные связи между различными группами живых существ. Делать так можем точнее. Этот подход, получивший название «кладизма», то есть образование клад живых организмов, лег в основу молекулярной филогении и молекулярной систематики в последующие годы. Полимеразная цепная реакция посреди секвенирования генов, определения посреди составляющих нуклеотидов, позволяет нам получить секвенз генов и сравнить их между собой. Для того, чтобы определить степень родства между ними, определить, какие из них более похожи, а какие менее похожи друг на друга. В этом суть молекулярного филогенетического анализа. Мы берем секвенсы, смотрим, насколько они схожи, сравниваем их и строим филогенетические деревья, на которых фирмуются клады. Те самые клады, о которых говорил Хенин. Группы, представляющие собой организмы, которые явно между собой родственные. А уровень этих клад отражает уровень родства. Так строится система. По сути дела, молекулярная филогенетика – это попытка создания так называемой естественной системы организмов. То есть той системы, которая бы полностью отражала развитие живого мира, которая бы соответственно показывала нам, как одни группы происходят от других групп, и что с ними дальше происходило в их эволюционном развитии. В этом суть молекулярной филогении и молекулярно-филогенетического анализа. Неправильное развитие методов этого анализа позволяет нам все глубже и глубже заглянуть в эволюционную историю живого мира. Для беспозвоночных молекулярная филогения зачастую является одним из ключевых источников информации о систематическом положении изучаемого организма. В этом отношении необходимо применять то, что мы делаем на кафедре, самые разные методы, начиная от тривиального секвенирования отдельных генов, которые всем позволяют понять, с чем вы имеете дело. Либо это уже известный лид, либо это совершенно новая группа организмов, которую нужно описывать. И до продвинутых методов, связанных с так называемым массивным секвенированием генов, сборкой целых геномов и анализом не отдельных генов, о огромных массивах данных, состоящих из сотен тысяч генов, так называемых бигдата. И этим занимаются отдельные команды, команды биоинформации, которых у нас уже несколько, и которые специализируют на разных областях деятельности на разных задачах. Еще отдельным направлением является микросистематика, так называемый высокоразрешающий анализ, используя ДНК-баркоды. ДНК-баркоды — это короткие куски ДНК, совсем коротенькие, которые содержат последний спинтрофитов уникально данного изученного организма. Для данного конкретного организма. То есть, если вы нашли паркод, вы нашли этот организм. И это применяется в основном так называемой молекулярной экологией, то есть при анализе ДНК, полученной из внешней среды, тотальной ДНК для того, чтобы быстро выяснить, быстро понять, какие организмы в ней живут. Это только, разумеется, малая часть методов и подходов. По большому счету, молекулярные исследования являются необходимой составной частью почти любого проекта, почти любой работы. Либо начинаются с него, либо им заканчиваются, но так или иначе присутствуют. В то же время, всегда очень четко понимать, что корректное осмысление результата возможно только на основе анализа сейсвакустий полученных данных. Ни молекулярные данные, ни морфологические данные, ни экологические данные, нам полные картины не дадут. Это так называемый интегративный подход зоологии важен просто как нигде. В окружающей нас среде живут организмы. В них живут ни молекулы, ни гены. Рассматриваемые данные, будь то филогенетика, экология, будь то антогенез или та же протеомика, в отрыве от знаний о графологии, биологии, жизненных циклах, экологии, взаимоотношения с средой изучаемого организма просто бессмысленно. Это может привести к очень ошибочным заключениям и каким-то теориям и выводам, не имеющим никакого отношения к реальности. Надо очень четко понимать, что молекулярная биология, как и все остальные методические подходы, в большом счете не самоцель. Это только методы исследования, напавленные на изучение организмов. И в большом счете именно организм должен ставиться в главу угла. Нужно получать самые разные данные, собирать их и все их вместе анализировать. И в этом плане молекулярные данные являются лишь одним из кирпичиков, одним из компонентов общей собираемой картины.